Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. На повестке у нас торговая сессия среды. Сегодня, как я обещал, у нас есть на что обратить внимание в плане событий, еще больше, чем даже за первые две торговые сессии этой недели. Сегодня у нас пункт в центре внимания, поскольку мы ждем данные по экономическому росту Англии. Сегодня в центре внимания, собственно, остается американская валюта, потому что мы вступаем уже в заключительные сессии этой недели, когда можно отыгрывать, торговать на новостях американского происхождения. Сегодня в 15.30 заказаны товары вечного пользования. Плюс ко всему в 17.00 Банк Канады публикует решение по процентной ставке и спустя час-пятнадцать после этого, в 18.15 состоится пресса о конференции, которая посвящена, опять же, решению, которое будет принято, да и в целом темы изменений, которые могут еще произойти с монетарной политикой до конца 2017 года. Напоминаю, что Банк Канады для нас сейчас, безусловно, интересен. Почему? Потому что, как минимум, скорее всего, еще одно решение будет озвучено. И если это не случится сегодня, я имею в виду решение по процентной ставке, то, скорее всего, у нас это решение поедет на декабрь. И Канада будет действовать в унисон с американским регулятором, поскольку в декабре мы также с вами настраиваемся на повышение процентной ставки со стороны ФРЭС, то есть со стороны американского регулятора. Ну, обо всем поподробнее. Давайте традиционно начнем с нефтянки, тем более, что сейчас нефть явно на стороне покупателей. Мы в них недавно перефиксировались, поэтому сейчас все идет в соответствии с намеченными ранее сценариями. Развивается восходящее движение. Бренд котируется на отметке 58.29. Сейчас 58.20 небольшой. Откарта, ну, безусловно, день только начинается, друзья. Пока что рынок, исходя из низко ликвидной торговой азиатской, готовится к демонстрации мощных движений. И они пойдут ближе к концу дня, потому что, вот что, сегодня в 17.30 статистика по запасам нефти отчет, традиционно оказывающие серьезные влияния, и устроенно разгоняющие локальную власть. То есть мы эти данные, безусловно, тоже ждем, потому что активно торгуем, спекулируем с тем, что происходит на рынке нефти. На текущий момент бренд и WTI, в принципе, хоть и не достигли наших пока более высоких ценовых ориентиров, сопротивлений, находятся все равно на максимальных уровнях за много последних нескольких недель. И, я думаю, то еще будет. В частности, впереди практически не сомневаемся, потому что бренд у нас окажется и в районе 60, и, соответственно, WTI будет, может быть, даже близится к сопротивлению 55 долларов за банк. Вчерашний день был интересен в плане фундамента, поскольку на рынке появился еще один фундаментальный драйвер. Этим фундаментальным драйвером выступила Саудовская Аравия, в частности, министр нефти Халид Аль-Паид, который очень много говорил вчера о ситуации, сложившейся на рынке нефти, отметил, что Саудовская Аравия готова сейчас оказать максимальное содействие всему объединению ОПЕК и всему рынку для того, чтобы вы используете реплантировку, то есть восстановление баланса спроса и предложений. И, в частности, Халид Аль-Паиха сделал акцент на то, что все, что требуется со стороны Саудовской Аравии, на это можно рассчитывать, потому что регион заинтересован в более высоких оценках на нефть, и регион будет способствовать тому, чтобы мировые запасы, которые, как вы знаете, сейчас больше, чем на 250 миллионов, превосходит среднее значение за последние 5 лет, начали постепенно отяготеть, снижаться к уровню, который привычен в плане средней, января за последние 5 лет. Но работы придется проделать очень много и, при всем уважении, в Саудовской Аравии, конечно же, только лишь одного региона и такой вовлеченности в восстановление баланса будет недостаточно. Нужна следовая позиция от всех более-менее значимых производителей. Но Саудовская Аравия, будучи одним из ведущих производителей нефти, является еще по совместительству лидером мнения, поэтому на рынок, безусловно, любые комментарии со стороны этого региона оказывают очень большое влияние. А стоит еще отметить то, что Халид Альфаиха сделал большой акцент на необходимость дополнительных мер, которые нужно по этим регионам ОПЕК плюс, сотрудничество вот этого Ленинградского факта, чтобы поспособствовать разрешению проблемы с перепроизводством. В частности, он повторил то, что было озвучено буквально в начале этой недели генеральным секретарем ОПЕК Баркинда. Он тоже делал акцент на то, что нужно. И, возможно, рассмотреть еще большее снижение по добыче квот. Нужно продлить действия генерического факта. Ну, в частности, вот вчерашний комментарий в Саудовской Аравии. Действительно, участники рынка уже стали серьезно закладываться по тому, что в ноябре, когда веке, в очередной раз, встретятся представители участников генерического факта, могут принять решение о продлении, возможно, даже до середины 2018 года. Соответственно, это решение крайне важно для всего рынка черного и золота, формате тех ожиданий, которые присутствуют. И, безусловно, если оно будет озвучено, если оно будет закрыто, не повлиять на нефтянку оно точно не осможет. Не забывайте, друзья, также о том, что мы старательно следим за тем, что сейчас происходит по уровням добычи в Штатах. В частности, министр Министерства Саудовской Аравии касался и этой темы, но, может быть, позволил ему сделать последнюю статистику по количеству минусных терминалов от бенкер-кульса, их число снижается в третью неделю подряд. И для кого-то, может быть, не совсем дальномысливших, опять же, участников рынка, это статистика-севинал того, что американский осланцевый пункт завершен, и осланцевые производители постепенно начинают сокращать объемы добычи. Я надеюсь, друзья, что вы не разделяете такую позицию и по-прежнему верите, ну или, по крайней мере, понимаете, что пока что рано говорить не глоб, потому что мы еще не перепрыгнули, и, соответственно, Штаты, в случае возобновления для осланцевой активности, если вы уже раньше создавали серьезную угрозу для эффективности, сделать эффект, то что будет, если количество терминалов вырастет за 800? Что будет, если осланцевая добыча превысит 7 миллионов по баррель? Это вполне реально, потому что текущие цены явно способствуют тому, чтобы осланцевый бизнес в Штатах сейчас был на подъеме. Поэтому, несмотря на комментарии министра Саудовской Аравии по поводу снижающейся осланцевой активности в Штатах, я думаю, что это еще не совсем так. И в ближайшие недели до конца этого года мы с вами еще не раз споткнемся с подтверждением того, что Штаты оказывают крайне деструктивное влияние на сделку ОПЕК, поскольку объемы добычи будут расти. И мое субъективное мнение, к концу этого года мы с вами увидим отметку в 9,7-9,8 миллиона баррель. В сутки это примерно на 250-300 тысяч больше, чем добывается, а сейчас. Вчера, друзья, вышел еще отчет по запасам нефти от Американского института. Запасы нефти выросли на символичный цифр. 0,5 миллиона запасы бензина резко снизили. Сегодня в 17.30, как я уже отметила, специальная статистика от администрации энергетической информации. Я думаю, что в соответствии с прогнозом мы можем рассчитывать на статистику со знаком минус и рассчитывать на то, что котировки получат еще один дополнительный триггер для восходящего движения и династии. Также советую не забывать и про так называемую геополитическую премию за лист, потому что мы все еще следим за развитием событий, за ростом на перерывных отношениях между Багдадом и Курдистаном. Пока что новых новостей нет, но и прежние явно не свидетели о том, что конфликт уже позади. Поэтому при появлении каких-либо дополнительных новостей это будет лишь еще больше поддержки для медиан. И я надеюсь, что мы сейчас как никогда близки к цели в 60 долларов за баррель. Но еще раз отмечаю, что для нас 60 это не уровень, от которого мы будем еще больше активно покупать дальше. Нет, для нас 60 это максимум, который сейчас рынок нет и может достигнуть. Это та самая отметка, после достижения которой мы будем этот актив и инструмент финансового рынка активно продолбать до конца 2017 года. Рубль 57.59 не меняет ситуацию, поэтому давайте не будем останавливаться. Сейчас на рубле идем дальше. Евро против доллара. Кокировки 1.1753. В частности, когда мы вчера проводили брифинг, кокировки были 1.1763. То есть недалеко ушли. Конечно, сейчас и евро находится тоже в такой выжидательной позиции. Почему? Потому что завтра очень крутой день в плане событий. Это и возможность для евро столкнуться с последствиями давления политических факторов, потому что, смотрите, у помните, завтра состоится, может быть, не запланированная, но озвученная, обозначенная возможная встреча парламента Паталонии, где будут обсуждаться действия в связи с возможностью лишения этого региона автономии со стороны испанского фразиста. Также будет обсуждаться возможность и даже сроки принятия декларации независимости, которую мы создали еще раньше. Это политические риски. Они непременно сейчас оказывают давление на позиции евро. Может быть, в моменте мы их сразу не видим, но если ситуация пойдет в плане развития по тому негативному сценарию, который в плане политики мы озвучили еще в начале недели, как мы говорили в конце прошлого, евро столкнется с серьезными потерьми. Помимо встречи Паталонского парламента, есть, конечно же, на что обратить уже в плане экономики. Это заседание ЕЦВ, которое посвящено перспективам денежно-кредитной политики. На текущий момент наиболее вероятный сценарий, как полагают оптимисты. Друзья, я отношу себя не к оптимистам, я пессимист в отношении евро, поэтому лишь озвучиваю вам ту позицию, которая на рынке присутствует. То, что ЕЦВ завтра принимает решение о сокращении программы количественного смягчения с текущих 60 миллиардов до 30 и продлевает действия программы QE до, по-моему, с сентября 2018 года. Любое проявление отказа от мягкого экономического режима, потому что сокращение программы количественного смягчения именно проявлением этого является, может быть воспринято евро исключительно как позитивный знак, и европейская валюта может вырасти. Поэтому сейчас оптимисты ставят на то, что завтра нас ожидает безумно волатильный день по главному валютному риску, и евро сможет добаться до сопротивления 1.20. Я сторонник другого сценария, поэтому его, я считаю, необходимо сейчас озвучить. Это сценарий, который предполагает отсутствие каких-либо решений в денежной политике и аргументации этого решения тем, что нет прогресса в росте инфляции. Поэтому, если политика останется по-прежнему мягкой, это уже сигнал, чтобы не покупать евро, а, напротив, оставить на еще большее ослабление инструмента. Поджимать европейскую валюту будет еще и сильный долг, который явно вдохновлен законопроектом о бюджете на 2018 год. Напомню, что этот законопроект ковровая дорожка для того, чтобы реализовать налоговую реформу. Впереди еще есть спекуляция по росту поцветных ставок, но все равно это тот ударник, который способствует покупкам доллара. На росте американца евро очень трудно будет поддаться в плане наличия каких-то группы посылок для большего укрепления собственных стоимостных позиций. Поэтому по европейской валюте я предлагаю прибеживаться, ну или по крайней мере рассматривать возможности занятия коротких позиций и уж точно быть крайне предусмотрительным, крайне внимательным к вашим ордерам, если они предполагают рост этого актива. Доллар японская иена. Здесь снова у нас доллар, который подбирается к отметке 114. Да, мы еще не добрыли для этого сопротивления, но 113.93, как нельзя уже этот рубеж, который близок к этому сопротивлению. Думаю, что мы имеем достаточно оснований, чтобы рассчитывать на закрепление и закрытие этой недели пары доллара японской, именно выше 114. В неделях мы протестировали, пощупали этот рубеж, сейчас рынок собрался с силами, получив еще больше фундаментальных триггеров и снова тестировать эту плату. В целом, повторюсь просто по аргументам, но отдельно останавливаться на них не буду. Это парламентские выборы, которые прошли в Японии, это, собственно, ожидание роста процентных ставок и ожидание рынка, объявление следующего кандидата, точнее даже преемника, Джанетт Йеллен. Вот, собственно, рост доллара, который пришелся на вчерашнюю такую сессию, был связан с появлением сообщений, со ссылкой, опять же, на тот же самый Лунберг, что наиболее вероятным кандидатом является Джон Тейлор, который нам уже известен своим правилом Тейлора, более высоким, более крутым, жестким взглядом по поводу нежно-кредитной политики. Мы помним то, что Джон Тейлор очень быстро сможет, уже, возможно, в следующем году, повернуть ставки в район 2%, но это, в любом случае, более высокий темп по повышению, чем рынком ожидается сейчас. Поэтому, если он сменит евро, а Джон Тейлор, друзья, тогда, в любом случае, при любом раскладе, даже, возможно, с еще продлением от ступора принятия реформ, преобразования травм, которые были отличены в интервьюжерной компании, все равно жесткой позиции ФРС будет достаточно, чтобы стимулировать дальнейший рост американской валюты. Вчера еще у нас на повестке было два важных отчета. Это активность в EMI маркете в производственном секторе 54,5, 53,1, то есть, роста индекса. И, что еще важнее, это активность в секторе услуг 55,9, 55,3. Это тоже одно максимальное значение за последние несколько месяцев. Статистика располагает к покупкам. До конца этой недели у нас еще заказан товар для него пользования, сих пор, 15,30 и годовые данные по ОВП. Думаю, что можно ставить на поддержку и эти три месяца тоже для долларов. Фунт против американца пока никак не хочет развивать все восходящее движение, на которое я рассчитывал. То ли доллар так багану влияет на фунт, то ли еще участники рынка недостаточно убедились в том, что Банк Англии 2 ноября поднимет процентную ставку, ну или, по крайней мере, сейчас будет сделать все возможное, чтобы это мнение стало основным, эта позиция по решению стала основным для тех, кто торгуется фунтом. Вчера рынок не отреагировал на довольно политичные гимнедали и Тереза Муэй, и главного тригаводчика Европейского союза Мишеля Бранке, которые вновь высказались в оптимистичном ключе о том, что прогресс до конца этого года будет достигнут, и по одному из первых вопросов по границе с Ирландией, по правам, либо по исполнению фискальных обязательств, удастся договориться. Ну, возможно, и да. Я все-таки напоминаю вам, что по вопросу фискальных обязательств вроде бы, как вы уже договорились, с суммой пока неизвестно, но это позитивный момент. Можно было бы и подтянуть пункт повыше, в связи с такими комментариями. Но пока что мы видим, пункт реагирует больше на то, что происходит с долларом. Доллар растет и, соответственно, не дает пока пункту оказаться выше. Но британец известен также тем, что очень быстро перестраивается на собственный фундамент. Сегодня, кстати, у нас в 15, точнее в 11.30, через час 45 выйдут данные по экономическому росту Англии. На основании последних слабых отчетов по промышленности, по сфере услуга, по строительству, ожидания, конечно же, плохие, даже по прогнозу экономический рост будет в портальном выражении гораздо скромнее, чем было раньше. Поэтому, если статистика ручирует, друзья, на пункт может быть усилено давление, но тут же я сталкиваю на то, что это станет лишь еще одним сигналом для Банка Англии задуматься о том, почему все это происходит с экономикой, и не является ли причиной с подручающихся цифр катастрофический рост инфляции. Думаю, что выводы об этом будут сделаны в пользу, опять же, того сценария, который я обозначил, что винить начнут чрезмерно ростынуться потенческих цен, а как бороться с этим ростом, мы знаем, нужно повышать процентные ставки. Возможно, рынок приспособится под эту идею, и все-таки мы сможем увидеть противоростку паре фунт-доллара. Я пока продолжаю этот актив покупать. Австралиец сегодня на азиатской сессии показал мощное снижение, хотя австралиец находится под давлением уже несколько недель подряд. Снижение, в частности, сейчас было связано с тем, что утром вошли данные по инфляции. Инфляция снизилась в данном выражении с 1,9% до 1,8%. Базовая инфляция в метод прогноза 2% на отметке 1,8%. Конечно же, низкие значения инфляции устроено не позволяют Резервному банку Австралии любить снижение расточения режима. Поэтому, как и было озвучено ранее, сейчас все усилия Резервного банка Австралии будут направлены на поддержание текущего вектора исключительно политикальной политики Мягким и на удержание обменного курса австралийца ниже отметки 0,8-0,79%. Сейчас австралийца находится еще ниже, поэтому пока все в соответствии с намеченными ранее сценариями, озвученными планами, 0,77-17, сейчас котировки. Друзья, я думаю, что мы сможем уверенно закупиться ниже 0,77-7, когда это произойдет, уже начнем фиксировать позиции. Нам взяли эксплуатацию еще сильнее, с 0,69-45, мы уже не можем поддержку 0,69-0, 0,58-84. Для тех, кто сохраняет позиции, вы смогли заработать еще больше, я лично уже вышел из этого от активов, потому что считают, что ослабление за последние дни было и без того чрезмерным. По доллару канадцу, друзья, сегодня, в начале пиклинии, я отметил, ждем ставку, ждем, что, если ее и не повысить, то обозначат высокие шансы на ужесточение режима в декабре, это должно быть восклинуто канадцам в качестве поддержки, и в случае укрепления канадского доллара, юрисдикат с текущих уровней, которые зафиксированы на отметке 1.26.84, вполне рискует добраться даже до планки 1.25. Это мой субъективный прогноз сценарий в текущей реакции актива на 120 события, но активно я торговать канадцам все-таки начну, но сделаю это уже после того, как мы переживем решение по ставке. Это будет завтра, поэтому я на нашем трансформе еще раз вернусь к этому для этого актива и поговорим что ожидать дальше от доллара против канадца и от канадца против доллара. Американский фондовый рынок в целом, если говорить про доу, да и сники тоже вчера снова протестировали максимумы на сильном сезоне квартальных отчетов компании. Не будем сейчас выбирать какие сектора и отдельные представители корпоративного сектора оказали большую поддержку. если вы интересуетесь фондовым рынком вы знаете то, что в целом сейчас сезон радует и соответствует ожиданиям по росту выручки и прибыли. Соответственно, еще одним фактором поддержки американского фондового рынка остается ожидание реализации налоговой реформы после принятия законопроекта бюджета на 2017 год. Но американский фондовый рынок днем ранее показал, что также готов к коллекции. Там осталось оставило немного, конечно же, чуть больше одного процента, но все равно это уже первый тревожный сигнал того, что периодически в игру и текущая тенденция начинает вмешиваться в недведи. Якобы раньше считают, что сейчас американскую фонду любой оптик S&P до NASDAQ нужно рассматривать с точки зрения S&P и надеюсь, что вы разделяете такую позицию. По отчетам еще раз повторяюсь, в 11.30 ждем данный ОВП Англии в 15.30 заказов товар жильного пользования в 17.00 ставка в Канаде и спустя час 15.00 после этого в 18.15 состоится пресс-конференция. Также упустил в 17.30 еще и запасы нефти, но о них уже поговорили в начале библии. На этом собственно все, друзья. Хорошая и удачная вам торговая сессия. Тоже в прямом эфире всех вас приглашают, кто еще не присоединился скажем к нашему онлайн предложению на свои мобильные устройства и подключайте в 9.30 всегда за этим исключением каждый день мы с вами встречаемся и по горячим следам анализируем то, что случилось за день до этого и готовимся к событиям, которые впереди. Подписывайтесь параллельно на наш канал на YouTube и оставляйте ваши вопросы в комментариях и не забывайте ставить лайки согласитесь это так просто и так нахаживает такое большое значение для всех ведущих в том числе и для меня. Друзья, хорошего вам торгового дня не забывайте что мы вступаем в период окончания недели когда волатильность стойчива растет несколько раз особенно по европейскому валютному активу более насыщенный завтрашний день самое главное что вы сейчас должны делать это контролировать риск не забывайте про правила риск нежницы правила управления капиталом не забывайте про нормальные показатели нормальные не чрезмерные загрузки депозитов и не забывайте то что у каждого из вас что в момент выставления любого ордера должны срабатывать сразу и тормоза указывающие на то что нужно поставить степень стоп-лосса ну уверен что это лишние комментарии все эти правила вам давно известны всего доброго до свидания